Дом культуры назвали в честь известного художника Тувы, уроженца Пехемского района, Ивана Чамзуевича Салчака. Одна из самых известных его работ – портрет еще не родившегося сына. Сегодня сын Эрис Иванович проживает в Америке. На торжественном открытии Дома культуры побывали дочь и внук Ивана Салчака. Мне очень приятно и отрадно, что сегодня открывается сельский дом культуры и присвоили имя моего отца. Это говорит о том, что моего отца помнит его творчество. Это очень приятно и действительно незабываемо отрадно для меня. Ириана Салчак работает специалистом кадрового дела в сфере медицины. Творческие способности, как говорит она сама, ей не передались. Но зато старший сын Айдер Лобсан-Серен имеет такой же талант к искусству, как и деда. Торжественное разрезание ленты сразу после гимнов Российской Федерации и Республики Тыва, за которым последовало первое представление в Доме культуры имени Ивана Салчака. Ребятишки села Сесырлых тщательно подготовились. В Доме культуры, построенного по губернаторскому проекту Сорунза, просторно, светло и тепло. И в рамках этого же проекта клубу предоставлена новая материально-техническая база. Это оборудование, музыкальное оборудование, звуковое оборудование, компьютерная техника и другие нужные и необходимые вещи, которые нужны для развития культуры. Тут и гардероб, и гримерная, и классы для различных кружков. Здесь будут заниматься и представители старшего поколения по программе «Мир компьютерной техники». А еще просторный зрительный зал, большая сцена и, немаловажно, отдельная котельная. За счет этого губернаторского проекта мы открываем ряд клубов. Там новое строительство, там типовый проект клуба. Мы открываем, буквально в начале ноября мы открыли Дом культуры, новое строительство села Эржей, Кокимского уже открыли. И вот сейчас оставшиеся наши клубы открываем. Вот сегодня мы открыли, буквально я утром, сегодня мы открыли Дом культуры у Целегес, Кокимского Кожуна. Вот сейчас, буквально сейчас мы открываем Сеселег и Кокимского Кожуна. По плану новый Дом культуры будет открыть на левобережных дачах города Козыла и в Сумуне Успенка Тандинского района. На строительство проектных сельских домов культуры в этом году из республиканского бюджета было потрачено более 47 миллионов рублей. Алдынказ Буян-Буян Монгуш, Мирана Иргит, Тува, 24.